А как вы считаете, почему Путин решил сам командовать? Он решил примерить на себя погоны Сталина, наверное? Ну, что ему осталось? Здесь нет стратегии. Стратегия была на тридневную войну. Потом он придумал какую-то резервную стратегию на месяц-два. Вот это тоже не удалось. Сейчас реально, ну, если бы была бы стратегия, он бы ее дал в военном, он бы сказал, вот, действуйте по этому плану и докладывайте мне. Поскольку ему приходится каждый день переписывать стратегию, да, потому что не знают вообще, куда завтра, то есть назад, вперед или в сторону, то поэтому ему приходится работать напрямую с полевыми командирами. А военные, как вы считаете, сколько будут терпеть вот такие метания туда-сюда? Ну, это сложно сказать. Здесь самый страшный сценарий. Это сценарий, в котором именно крыло башни или ястреба внутри военных, они вообще возьмут и политическую власть. И тогда, ну, любые шансы, что они просто поймут, что политическая цена, которую оплачивают, будет слишком высокая, они не будут с этим соображаться. То есть, есть риск, что вот крыло военных, которые считают, что надо полную мобилизацию делать, без угляда, какие политические последствия, могут все-таки взять власть. Это худший вариант для всего мира. Вариант, в котором медленно теряет политическое доверие народа Путин, может быть даже лучше. И пусть он занимается сейчас, пусть он берет кредит, негативный кредит управления армией. То есть, это крыло может снести и Путина в том числе? Абсолютно. И посмотрите на повышение смелости этого крыла. Они же говорят через своих там споксменов, типа Гиркина и так далее. Они начинают все больше и больше открыто критиковать Путина. Они все больше и больше начинают говорить о том, что надо бомбить и Запад, а не только центр принятия решения. И они продолжают писать это. Они на свободе. Никто их не арестует. Значит, все-таки у них есть крыша. Я считаю, что это довольно опасный сценарий. Но вот Гиркин, он же, конечно, не сможет возглавить там какой-то перевороток. Кто из таких сильных ястребов, о которых можно говорить? Да, наверняка это другие люди. Кто это может быть, по вашему мнению? Ну, люди в ГРУ, которые его практически, которые ему позволяют, а это, кстати, не ФСБ, а ГРУ его крышует. Ну, ястреб же и этот Алексеев Степаничко, который первый зам ГРУ, он вполне мог себя увидеть в такой роли, скажем там, военно-начальника, главнокомандующего. Ну, это Киев. Ну, это Киев.